приветствую всех собрался на рыбалку и его решил сварить якурузу хотя для зерновых еще рано так как живет сварить я считаю правильным для начала ее надо вымыть вымыть ее надо избавить отказать от ненужного говнеца всяких шкорочек букашечек всякого такой вот шашу хони мыть они уже обязательно по нескольким причинам до первая причина это вот это вот грязь пыль и вторая причина когда груза растет и его все равно удобряет поливаю чем-то всякими всякими химикатами их в прикормке вообще не должно быть категорически то есть вымыть надо обязательно и промыть ее несколько раз желательно я насыпал сухую кукурузу примерно полка занавела варить тут именно в казани потому что одно толстая и тем самым перестрахуюсь чтобы груза не пригорела она вообще не должна пригорать никакой случае правильно было конечно же ее замочить на сутки а потом ее варить но так как времени за окном уже ночь а ехать утром поэтому придется варить сухом ее виде правда это будет немного дольше и так промываем наливаем чистую воду но смотрите сколько плавает это надо все вымыть чтобы было чистенько кукуруза ну вот так вот и чистенько более-менее вот так примерно грамм 100 сахара стаканчик такой и столовая ложка соли ну примерно где-то так что-то впитается что-то нет будет нормально на такой объем воды ложка соли человеку как бы не почувствует он ее а вот рыба у нее рецепторы более чувствительны знаю почувствует соль проверяем кукурузную готовность берем большой крест кукурузы выбираем самую крупную если вы можете раздавить ее руками она готова давить можно еще пяток минут и буду то воду не сливаем я много говорил про всякие там вытяжки все в этом роде вот это вот получается уже готовы круглых ликвид теперь нам необходимо отделить воду от зерна небольшую часть перекрутить на мясорубке что присутствовала мелкая крупная фракция затем делим по пакетикам либо по контейнерам так что можно было удобно хранить какой-то ли соберу на рыбалку какой-то храню в морозильнике удобнее всего в одноразовых пакетик прозрачных такая вот минут фракция и сверху мы засыпаем нашу цельную кукурузу вот так вот она выглядит снизу дробленка а сверху целое можно оставить в таком состоянии но я обычно добавляю кемель и виды или акун для рома в одной добавлю мед вот такой вот менка а в другой добавлю рома это не реклама просто зимой они были очень большой скидкой по акции и я взял их по моему около 270 208 рублей за банку а так она стоит около 400 так теперь нам надо добавить сюда чуть-чуть ликвида немного не сильно много потому что для по силам менен когда они сильно концентрированные там такой едкий запах и проверен временем к бы если сыпать много прям концентрата то он не работает то ли рыба пугается то ли хрена узнает поэтому сыпем чуть-чуть и перемешать однородной массой лучше всего это делать в пакетах в одноразовых прозрачных а лучше всего я беру такую банку да вот и мешаю ее спадкой как это здесь как я это делаю это получается с целях экономии будто вот в этом видео и описание тоже не скорее всего в конце ролика тоже очень экономно такой банки да допустим я обычно беру пару банок на месяц он не хватает вообще по за глаза и так перемешиваем так вот высыпали вот такие пакеты подрачные и берем это буквально там но совсем чуть-чуть об и вот тогда об все закрываем этот пакетик был воздух и трусим хорошенько перемешиваем вот таким образом видите на желтенько другая к оттеночке такой кристи маток разноватый вот таким образом вы перемешали нужно массы ромара распределилась во всем зернышком и теперь либо в баночке сложите такие вот либо делать в океане сворачиваю вот такие вот по баске такие пакетики примера по килограмму вложу большой пакет и ставлю их в морозильник и допустим ехать на какой-то там небольшой рыбацкую сессию да допустим наполнена на день я беру один пакетик и все и я и также кормлю волосы сажу но кому хочется можно вот такие вот контейнеры все без проблем тема рабочая реально уже не пирога пользуюсь особенно в таком виде она там все пролежит пропитается и будет и запах и вкус и вся рыба не улетка клещ карась карп сазан амур белый абсолютно вся мирная белая рыба сейчас я согнусь и делаю пакую также пакетики и морозилочку и да кстати помните к воду не выливайте это уже готовый ликвид по большому счету замешать они прикормку или сделаете так что по моему мнению вот так вот выглядит правильно кукурузу для рыбалки для закорма для насадки надежда на видео вам было интересным или полезным если так ставим палец вверх подписываться на канал не забываем же на колокольчик всем удачи